В этом видео я хочу объяснить актуальность пользования фоллоу фокусом, в то время когда большинство современных камер имеют хороший автофокус, и попутно дам отзыв на возможно не самые лучшие, но однозначно самые популярные дискредные системы Тильта Nano первого и второго поколения. Фоллоу фокус это пульт управления мотором и соответственно мотор, который крутит кольцо на объективе. Изначально в соответствии с названием задумывалось именно как удобное удаленное устройство управления фокусировкой. В частности в съемке кино, но удешевление этой техники сделало ее доступной для обычных гражданских видеографов, таких как мы с тобой. И сейчас это устройство может сильно украсить твои видео, сделать надежнее и удобнее твою работу. Если ты снимаешь преимущественно с фасибилизатора и на зум объективе, то ты понимаешь как может быть неудобно крутить зум. Нужно открывать руку от стаба, трясти изображение и рывками менять фокусное расстояние на объективе. Но нацепив фоллоу фокусное кольцо зуммирования, можно решить все эти проблемы. А именно без брака увеличивать и отдалять картинку, плавно, без тряски, не отрывая руку от съемочного сетапа. Я пользуюсь таким способом управления уже много лет и хочу поделиться своим опытом. Начинал я свой путь с первой версии Tilton Nano и отозваться о нем могу одним словом. Капризный. Самый главный недостаток старой системы это его питание. Пульт работает от аккумуляторов типа 14500. Это пальчиковая батарейка с напряжением 3,7 вольт. Очень редкий тип аккумуляторов, в рознице его найти невозможно, а только под заказ. Также эти батареи сами по себе очень ненадежны и быстро выходят из строя. Ну и сам пульт работает от одной батареи всего 3-4 часа. То есть менять нужно достаточно часто, из-за чего за пару лет крышка отсека вышла из строя. Я ее много раз ремонтировал, вплоть до того, что просто взлег из корпуса плюсовой провод, чтобы класть его на батарейку. А еще бывают аккумуляторы с защитой от перезаряда. Они на 1 мм длиннее, чем обычные, что практически не позволяет закрыть крышку отсека в пульте. Пульт можно питать и напрямую, но тут встроенный microUSB порт, который по своей природе очень ненадежен. И им можно питать только напрямую, а не заражая батарею, которая внутри. Но это тоже лишние провода, никому не советую так делать. То же самое и с мотором. Он питается от microUSB. Я присоединил переходник под Type-C от DJI. Но так как он шатался, от чего мотор часто выключался, перезагружался, я просто залил соединение клеем и содой. Мотор тоже капризный, требует мощного тока. И если попытаться выгрузить слишком резко, то он может уйти в ошибку и потребовать калибровки. Ну и конечно совсем мелочь. Это очень маленький тусклый экран. На ярком солнце просто нет шансов разобрать его содержимое. Но на самом деле оно особо и не надо. Все что надо от экрана, это информация о канале, на котором работает передача. Если случайно переключил, то с его помощью можно понять, как переключить обратно. Единственное, что в первой версии сделано хорошо, это материалы. Алюминий и дерево. Он падал, бился. Дерево трескалось, но система продолжала капризно работать, как только из коробки. Но во втором поколении исправили многие недоработки. Самое главное, за что стоит обновить пульт, это встроенный аккумулятор. И Type-C порты на пульте и моторе. На одной зарядке пульт может проработать часов 8-9. В случае чего в приориве можно легко зарядить или вовсе заражать сразу на ходу. Экран, ну особо он тут не нужен. И в большинстве случаев он разве что помогает решать проблемы, которые этим же экраном и созданы. Допустим, можно перевернуть изображение. А также есть Wi-Fi, Bluetooth, можно подключиться к модему и скачать новые прошивки. А вот Bluetooth это реально разочарование. Я очень надеялся, что пульт можно законнектить к камере для включения записи, а вот этим рычагом управлять цифровым зумом. Так вот, Bluetooth реально коннектируется с камерой. Но эта функция не работает, вообще никакая функция не работает. То, что нужно только через второй разъем в моторе подключать к камере. И только тогда он будет работать. То есть, железо завезли, функция есть. Но просто не написали возможность управлять камерой через Bluetooth. Также есть селектор для того, чтобы вот эта крутилка пульта имела механический ограничитель. Или снять его, чтобы крутилось бесконечно. Тоже кому-то это будет удобнее. Также изменился способ крепления пульта. Старая версия имела собственный вид крепления, который достаточно удобный и надежный. Новый пульт имеет встроенное крепление типа Nata. Его можно отдельно купить на Али, а к большинству DJI Ronin подходит и без переходников. Пульт выполнен из пластика, а кольцо обрезинено. Но чувствую, что он не пережил бы тех падений, которые пережил старый металлический пульт. Но и не хлипкий. Да и ему уже падать приходилось. Сначала я купил только пульт, который работал со старым мотором. То, что я не видел никаких перспектив улучшения работы от его обновления. Но уже скорее ради перфекционизма, все же докупил и новый мотор и был крайне рад этому решению. Самое главное, он заметно тяговитее, чем старый на том же питании. При этом он ни разу не выдавал ошибок хорошо отрабатывать даже очень резкие движения. В старом двигатель был внутренний, закрытый, часто нагревался, теряя часть мощности. А в новом двигатель имеет внешний мотор и более развитую трансмиссию. Я, собственно, почему и не хотел обновлять мотор, потому что был уверен, что его мощность зависит только от мощности поступающего питания. Но производителю удалось настолько улучшить конструкции, что и при том же самом токе мотор работает быстрее и увереннее. И еще хочу вам рассказать один лайфхак. Я когда начал использовать фоллоу фокус для зум объектива, у меня был старый китовый объектив на полнокадровой камере Sony, у которого очень легко крутился зум. Но когда я перешел на относительно тяжелый тамрон, мощности фоллоу фокуса уже не хватало. Я тогда был вынужден колхозить НПФ батарею с переходником, чтобы большим током заставить этот мотор вращать тяжелый зум. Но это сильно утяжелило мой стабилизатор, усложняло конструкцию и делало ее менее надежной. К тому же все осложнялось тем, что я соединял камеру к стабу через крепление Arco Swiss. То есть на клетке моей камеры есть вот такое трапециевидное основание, а на стабилизаторе вот такая смолриковская площадка. Из-за чего камеру в трапях можно было закрепить чуть левее или чуть правее чем надо. А значит кольцо объектива либо плохо стыковалось с мотором, что он буксовал, либо слишком сильно прижималось, что в свою очередь повышало трение между половинками объектива, усложняя его зумирование. В общем конструкция фоллоу фокуса работает неэффективно, если работает сбоку. Но если поставить мотор снизу, то зум кольцо крутится заметно легче. Это реально работает. И я питаю свою систему от старого слабого стабилизатора, который причем питаю не по линии питания фоллоу фокуса, то что по ней ток работает только с родными диджайерскими моторами, а подключая по линии обмена информации между стабилизатором и камерой. Это считанные 2-3 ватта энергии, которые комфортно хватает при нижнем расположении, но не хватает при боковом. А новый мотор делает это еще проще, тратя при этом меньше заряда. В общем сейчас первое поколение Tilt продается только поддержанное, хоть и по приятной цене, но я рекомендую брать сразу новый комплект не из-за функциональности, а исключительно ради надежности и комфорта. В общем надеюсь хоть что-то тебе в этом видео помогло, все было не зря. А на этом все, до связи.